Наверное, те, кто меня давно знают, удивятся. О, Свет, у тебя появились брови? Появились. А как? Мы сейчас и расскажем. Потому что брови появились вот здесь, в студии Киви, благодаря мастеру Алене Утиной. Сегодня мы будем делать перманент бровей. То есть это бровки на год-два. Процедура длится час-полтора в среднем. Нарисуем эскиз, подберем цвет, все с клиентом согласуем. А как это будет происходить? Каждую уластинку мне будут... Это делается цветом, то есть цвет набирается на иголочку, и иголочка его вносит под кожу. Татуировка? Но не глубоко, нет. То есть такие в эпидермис, самый поверхностный слой кожи. Обрабатываем кожу. Подготавливаем к процедуре. Когда я была совсем именно девочкой, у нас были тоненькие бровки. И я свои хорошенькие, нормальные, широкенькие, темно-русые бровки выщипала. А дальше они просто перестали расти. Ну, необычные, конечно, очень непривычные. Но, в принципе, мне нравятся. По форме как, может, поуже. То есть они не будут выглядеть вот такими графичными и четкими. Это чисто вот эскиз. То есть у меня правая, на самом деле, вот такая бровка ниже, да? Да. Ну вот смотрите, вы когда они эмоционируете, они на месте. Они на месте. Вот так вот, они на месте, да? А когда я серьезная... То есть вот этот вот хоп, она у вас просто поднимается. Да, поднимается. Забавно. А какой цвет волос у вас будет, кстати? Родной? Будет после покажей. Вот темно-русый. Ой, родной. Где-нибудь там он, наверное, есть. Это я не знаю. То есть вы красите будете, ну, как бы... Да. Свой родной. А их ведь потом не мочить, не... Ну, дней 5, да, 7 стараться не мочить. А умываться, да? Не расхватить, то есть осторожненько. Но опять же, насыщенность цвета зависит от количества проходов. Это ощущение, если сборный, вот. Да, говорите. Непривычное. Такое легкое-легкое покалывание. А свои волосы-то останутся или они все подрезают? Нет, нет, нет. То есть волосик растет глубже. И сколько вы говорите о надежде всего до цветания? Ну, год-два. У возраста подольше держится. А, очень. Потому что клеточки уже не так обновляются. Чем старше бабушка, у тебя дольше игровки. А востребованные вообще-то процедуры? Ну, последние, вот, наверное, годы 2-3, да. То есть раньше как бы скептически так относились, когда вот он только появился, вот этот вот татуаж. То есть он пошел как раз от татуировщиков. Как бы они били глубоко, так же вот как тату. Со временем пигмент там синел, краснел. То есть забивали в дерму, вот именно туда глубоко. И уже со временем как бы дошли, что так делать не надо. Пигмент лежит на поверхности и он отшелушивается просто со временем вместе с клеточками кожи. А сам по себе он нейтральный, не аллергичный? Нет. То есть аллергия именно может вызвать лидокаин чаще. То есть на сам пигмент нет. Конечно, совсем другое лицо получается, когда появляется бровь. Мы сделали процедуру перманента бровей. То есть вот мы можем смотреть итоговый результат, как он выглядит. Но это еще не окончательный. Через месяц у нас будет коррекция. Когда бровки заживают, они, цвет отшелушивается. То есть процентов на 50, но опять же у всех по-разному. Смотрим, как прижилось, добавляем яркости. Учитываем пожелания клиента. Может быть там по форме захочется пошире или еще что-то. То есть уже будем доводить до идеала. Прошла неделя после процедуры микроблейдинг. Я выучила это слово. И могу сказать следующее. Пока я к себе еще не привыкла. Я когда смотрю в зеркало, говорю, желание вздрогнуть, кто это. Ну, конечно, кто это такая красивая, да? Моим друзьям и знакомым мое преображение нравится. Все ждут продолжения. А еще есть один результат. Многие знакомые задавали вопрос, где я это сделала. И кто тут чудесный мастер, который так аккуратненько сделал мне бровки, которые не бросаются в глаза, не выпячиваются и не мешают воспринимать меня в комплексе.